18 сентября этого года россияне будут выбирать дебутатов Государственной Думы Российской Федерации. Подготовка к единому дню голосования в нашем городе идет уже сейчас. В станции юных техников состоялась первая встреча методической секции по работе с молодыми избирателями. Сегодня, можно сказать, такой старт. Мы обсудим, каким образом мы будем работать в этом году, в 2016. Ну и впереди у нас месячник молодого избирателя. Весь февраль, как нам только даст карантин, мы начнем работать. Где апофеозом всегда у нас является день посвящения молодых копейчан, молодые избиратели. То есть почти все копейчане, которым исполняется 18 лет в этом году, кому исполнилось в 2015 году с сентября месяца, кто будет впервые голосовать. Мы этих избирателей будем собирать во дворце молодежи, посвящать их молодые избиратели. То есть они у нас встанут на следующую ступеньку гражданской активности. Выборы 2015 года показали, что из числа проголосовавших молодежь, а это копейчане в возрасте от 18 до 30 лет, составила только 27%. В ближайшее время специалисты прогнозируют спад избирательной активности уже по демографическим причинам. Старшее поколение уходит, а в следующей возрастной группе в основном молчуны, которые не считают нужным ходить на выборы. Новых избирателей еще нужно воспитать. Мы работу начинаем где-то с шестилетками в детских садах и начинаем с различных игр, с знакомства с выборной атрибутикой. И основные мероприятия – это у нас выборы в сказочном лесу, выборы в волшебной стране, в садиках. И вот у нас музей тоже хорошо ведет эту работу. И нужно сказать, дети тоже свой выбор делают – медведь, лиса, заяц. Всегда есть дети, которые выбирают и зайца, и лису, хотя программа у них соответственно их, ну скажем так, животному поведению. То есть дети – это калька наших взрослых избирателей. Очень интересно с ними работать. Весь год в библиотеках, музеях, школах и детских садах будут проходить занятия по повышению правовой грамотности будущих избирателей. Молодежная электоральная стратегия рассчитана вплоть до 2018 года.